Профессор из далекой России. Да, летел я сюда долго, порядка 20 часов. А зачем летел? Ну, не только, чтобы вам что-то рассказать. Вот совсем недавно начался так называемая «Неделя русских космос». Почему я сюда прибыл? Мне очень приятно, что сравнительно небольшое государство, но очень приятное государство под названием Мексика, стало, или продолжило, и интенсивно продолжило заниматься космическими задачами. Это очень приятно, чтобы узнать, узнать, узнать и рефимировать, что это довольно маленький стран, очень agradable, что интересен в разработке технологии и исследования в мире. Как же речь? Притом, эти космические задачи и решались ранее. И это, con ambición de resolver muchos проблем espaciales и sin, digamos, то, ну, Но решались на уровне запуска маленьких спутников, у нас называют студенческими спутниками. И этот типо проблем с улучшенными спутниками, у нас называют студенческими спутниками. Но сейчас у нас есть проблемы с улучшенными спутниками. Но сейчас у вас есть проблемы с улучшенными спутниками. Представьте, интересно ли ограничиться одними небольшими спутниками для изучения тех или иных евреев? Если мы хотим стать действительно космической державой, то мы должны решить более глобальные задачи. Мы должны создать свои ретерносительные и транспортные системы. Мы должны решить свою инфраструктуру, систему запуска этих ракет. Мы должны иметь много тонны спутники. Мы должны получать информацию из космоса. Мы должны получать информацию из космоса. Все это можно сделать. Все это можно сделать. Но может быть не так быстро. Конечно, может быть не так быстро. Но для того чтобы сделать, нужно прежде всего иметь хорошие кадры. Кадры специалистов, которые бы создавали эту тему. Возьмите этот вопрос. Есть ли сейчас у Мексики такие кадры? Ну вы знаете, я приведу премьера Советского Союза. Ведь тоже когда-то после Второй Мировой войны она была разрушительная война. У нас не было ни специалистов по радио-космической тематике. Ни больших предприятий, которые бы создавало оборудование. Но все же получилось. Я думаю, что так же у вас получится. Почему? Да потому что у вас есть высокие учебные заведения. Прекрасные университеты. Университеты. Пусть они вначале не профилированы. Но достаточно иметь хороший, напучный производственный фундамент для того, чтобы это все сделать. Мы специально проехали вот в течение этой недели по ведущим университетам и институтам Мексики. И мы увидели, что при соответствующей трансформации можно сделать все. Бумба, интерес и увлечение. В силу того, что мое выступление достаточно ограничено во временном плане, я решил пойти по следующему пути. Я вам покажу один фильм и одну маленькую презентацию. и одну презентацию. Фильм о жизни студентов в одной из ведущих российских университетов Который занимается ракетно-казмической промышленности. Дедикаго а ла элаборацион, diseño и фабрикацион де коэти. Но все потому, что это технический университет. А это ведущий университет России. То там затрагиваются многие проблемы. А вот в презентационном материале, но которая займёт тоже минут семь, я покажу какую технику изучают российские студенты. И как мы сегодня встречались с руководителями, и как мы сегодня сегодня встречались с Мексиканского космического агентства, то скоро мы подпишем глобальный договор между Россией и Мексикой в области радионно-казмической территории. Итак, небольшой фильм. Все мы ответим, нет. Три-четыре минуты, да? У меня в Техническом университете и на Университете. Открытие Спасибо. 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 Спасибо.